Всем привет водоплавающие! И сегодня мы поговорим о теме, которая будет очень полезна и интересна родителям будущих чемпионов. Начинаем! Наверное, самая главная вещь, которую нужно учитывать родителям, что в первую очередь желание плавать это желание ребенка, а не ваши какие-то цели. Потому что если вашему малышу не нравится ходить в бассейн, ему там холодно, он замерзает, ему не нравятся тренировки, он боится воды, то смысл его заставлять, если все равно у него не будет того результата, который мог быть, если бы он выходил с желанием, удовольствием и с радостью. Давайте запомним и зафиксируем все, что я сказала ранее и будем дальше учитывать и ориентироваться на то, что ребенок хочет ходить в бассейн, ему нравится, ему интересно, весело. Он нашел в бассейне новых друзей и тренировочный процесс его действительно интересует, а не наоборот, ему неприятно плавать и так далее. Давайте не будем еще забывать в первую очередь, что ваш ребенок это еще ребенок, у него детство и не нужно лишать его каких-то своих интересов, игр и так далее. Не нужно уводить его полностью в спорт и ограничивать остальные сферы деятельности. Если ему, к примеру, нравится еще заниматься футболом, танцами, рисовать или ходить в музыкальную школу, то пусть ходит. К примеру, я закончила художественную школу, а это 8 лет обучения, то есть даже будучи уже мастером спорта, я продолжала ходить в художественную школу. Так и вы, не ограничивайте ребенка только плаванием, потому что спорт короткий, жизнь длинная. Если он всю жизнь будет плавать, то потом он будет только плавать, и ничего другого у него не будет. У него будет очень узкое мировоззрение, ему ничего не будет интересно в дальнейшем. Наверняка многие слышали стереотип о том, что все спортсмены тупые, необразованные, глупые и так далее. Все это исходит из того, что они с самого детства только плавали. То есть у них из интересов был только бассейн, на учебу они ходили как получалось. И часто из-за того, что они были на сборах еще к тому же, а у спортсменов сборы это 3 недели на сборах, неделя дома, то естественно на учебу времени не было, и они попросту отложили ее на задний план. Из-за этого у них ушла эта сфера деятельности и жизни, и осталось только плавание. Но допустим, они всю жизнь плавали, когда они выходят из профессионального спорта, а это когда-то произойдет, потому что организм у нас не вечен, и мы не можем плавать всю жизнь. Конечно, можем, но нужно чем-то еще заниматься. Помимо этого, у них попросту нету больше ничего, у них только плавание. У них нет ни образования, ни каких-то других интересов, потому что они всю жизнь ездили на сборы, на соревнования и так далее. Поэтому, родители, следите за тем, чтобы ваш ребенок не запускал учебу и свои какие-то интересы, а то потом он будет просто тупым пловцом, который ничего кроме плавания не знает. Допустим, у вашего ребенка есть увлечение в виде плавания, и оно перерастает на более серьезный уровень. То есть уже у него идут разряды, достижения, медали, хорошее выступление на соревнованиях и так далее. И он уже переходит в стадию профессионального спортсмена. И в данный момент от вас, как от родителя, очень важна поддержка, потому что не всегда бывают у нас подъемы, хорошие результаты. Также бывают и поражения, спады и какие-то ухудшения. Естественно, у ребенка это будет вызывать негативные эмоции, и вы, как родитель, должны поддержать его, сказать, что у него все получится и так далее. То есть не угнетать его в этом, не говорить, что он какой-то там плохой, потому что он не проплыл так на соревнованиях. Наоборот, поддержать, успокоить. Поверьте, ваша поддержка очень важна будет начинающему спортсмену, потому что он ребенок еще. Он не понимает, что данный результат это всего лишь время на данный промежуток времени, и что дальше будут улучшения. И даже если у ребенка застой в результатах, и они просто не растут, то нужно, наоборот, поддержать его, а не вызывать негатив в его сторону. А еще есть вариант обратиться к кому-то из профессиональных спортсменов, если у вас есть знакомые, чтобы они посоветовали, как поступать в данной ситуации, потому что у всех спортсменов профессионального уровня были застой в результатах. Просто платон, на котором они плывут и не двигаются, и даже ухудшение. Поэтому поддерживайте, помогайте своему ребенку, обращайтесь за помощью к профессионалам, и ни в коем случае не отчаивайтесь и не передавайте, тем более, эти эмоции ребенку. Так вот, мы уже дошли до того момента, что ваш ребенок профессионально занимается спортом. В этот момент многие родители начинают думать, что они тоже хотят быть к этому причастны, и начинают лезть в тренировочный процесс. Но этого делать не нужно, потому что у ребенка есть тренер. Если тренер грамотный, он все знает, как делать. У него есть четкий план действий, программа. Ваша задача здесь только в том, чтобы обеспечить ребенку хорошее восстановление после тренировок, поддержку, чтобы он чувствовал у вас опору, и выполнение просто обычных родительских обязанностей. Ни в коем случае не нужно лезть в тренировочный процесс, советовать тренеру, какую тренировку лучше плавать, какой объем лучше плавать. К примеру, у меня встречались такие ребята, у которых родители излишне залезали в их тренировочный процесс, и это даже мешало и спортсмену, и тренеру, потому что третье мнение в данном вопросе как будто бы не нужно. Если же вы очень хотите влезть в тренировочный процесс вашего сына или дочери, то можете позаботиться о его восстановлении после тренировок, питании, в принципе, развлечениях помимо спорта. К примеру, у меня есть клиенты, где родители делают массаж ребенка в качестве восстановления после тренировки, потому что мышцы забиваются, накапливается молочная кислота, и ребенок не в силах сам иногда размять себя, если уже более профессиональные спортсмены могут как-то покататься на роликах, на мячиках, уже знают примерно, что делать, то ребенок не понимает, как что потянуть, как что размять, чтобы у него не болели мышцы, а мышцы болят, как правило, после зала особенно. Еще один нюанс по поводу того, как может родитель повлиять на тренировочный процесс ребенка, это сообщать о его здоровье периодически тренеру. Если вы видите, что ваш ребенок начинает заболевать, у него сопли, болит живот и так далее, или просто же плохое самочувствие, потому что он уже устал на тренировках, стоит просто сообщить об этом тренеру. Но в данном вопросе не стоит слишком беспокоиться по поводу этого и писать чуть ли не каждый день о том, что «Ой, моему сыночку плохо» или «Моя доченька заболела», потому что это уже немножко неправильная вещь. Еще важная вещь, которая требуется от вас, как от родителя, чтобы вы проследили этот баланс между отдыхом и тренировками у вашего ребенка, потому что на тренировках нагрузка большая, и часто бывает такое, что ребенок просто не успевает отдыхать, то есть у него школа, еще какие-то свои дополнительные увлечения, и ваша задача сделать так, чтобы ребенок не перегрузился, потому что, как я уже говорила ранее, спорт короткий, а жизнь длинная. Если он погубит свое здоровье в спорте, то с этим ему потом жить всю жизнь. А, как говорится, здоровье не вечное. Итак, родители, которые воспитывают будущих чемпионов, подведем небольшой итог. В первую очередь от вас требуется поддержка, защита и опора вашему ребенку в спорте, потому что все равно спорт – это не мягкая среда, здесь очень жестко все, что здесь либо ты проиграл, либо ты выиграл. Будьте разумны, не отнимайте у ребенка детство, погружая его полностью в спортивную деятельность. Пусть он будет в первую очередь ребенком, а результаты спортивные придут. Если ему это не нравится, то не заставляйте, потому что лучше от этого точно не будет. На этом будем прощаться. Надеюсь, вы сделали верные выводы о том, как правильно воспитывать и продвигать вашего ребенка-спортсмена. Пишите свое мнение в комментариях по поводу того, сколько лет вашему ребенку, как он плавает и как вы планируете дальше его развивать. А также, если у вас есть интересная история о том, какую роль играли родители в вашей спортивной карьере, тоже расскажите об этом. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, Telegram-канал, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok